От комсомольцев и молодежи Ангарска в 50 лет советской власти написано на памятнике политкоторжанам. Его в свое время создал известный скульптор Анатолий Асауленко. Два года уже нет в живых Анатолия Кузьмича, а монументу сейчас требуется ремонт. Глубокие трещины на фасаде, сломанные ступни каменных заключенных и штукатурка, которая слоями отходит от барельефа. А еще дерево, корни которого просто разрушает фундамент памятника. Такую картину наблюдают ангарчане и гости города. Историческая скульптура появилась в 1967 году. С этого момента памятник не ремонтировался. Молчать о проблеме уже не смогла дочь скульптора Марина Соколова. Уже несколько лет она не может добиться справедливого отношения к историческому памятнику. Памятник политзаключенным на набережной разрушается и очень сильно. Не было ремонта уже почти 10 лет. Но мэр уже в курсе этого, потому что вышла статья об этом. И вот сейчас я хотела бы, придя на прием, услышать его решение, что он думает по этому поводу. 23 человека сегодня попали на прием мэра. Вопросы, которые задавали ангарчане, самые разные. Работа светофоров, оплата за вывоз мусора, установка детского аттракциона в Мегете, переселение из Ветхова и аварийного жилья. Алена Шубина пришла на встречу с квартирным вопросом. Работая продавцом, она уже несколько лет не может себе найти крышу над головой. Материальная ситуация не позволяет, допустим, купить, приобрести или еще что-то как-то, жилье, даже в ипотеку. Просто даже не позволяет зарплата. Вот и все. Нету такой возможности. Я ждала, конечно, что они помогут решить вопрос. Вот они пообещали, что помогут. Время покажет, как этот вопрос решится. А вот вопрос реставрации памятника политкоторжанам решился именно сегодня. Сейчас администрация займется поиском подрядной организации, которая возьмет на себя ответственность восстанавливать монумент. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. Мария Константинова, Дмитрий Швецов.